Привет, уважаемые подписчики и гости канала. Сегодня в рубрике книгачей мы рассматриваем совершенно замечательное явление в русской литературе. Книжку роман Рината Рифовича Валиулина «Безумие белых ночей». Еще одна книжка о Питере. Мы уже делали обзор его романа «Состояние Питер». Сейчас заканчивается или уже сдана в печать его новая книга, тоже роман. Это «Состояние Москва». Давайте обратимся к обзору. Но прежде напомню, что Ринат Валиуллин – это российский писатель, поэт, силолог, преподаватель испанского и итальянского языков в Санкт-Петербургском государственном университете. Он автор романов, прозы, поэзии. Автор романов, которые стали бестселлерами. Напомню их. В каждом молчании своя истерика. Где валяются поцелуи. Соло на одной клавише. Кулинарная книга. Кофе на утреннем небе. Мат в два слова. Пятое время года. Повесть о настоящем шарике. Ну и, наконец, «Состояние Питер». И «Безумие белых ночей». Ринат Валиуллин родился в городе Салават, Башкирия, 29 ноября 1969 года. То есть, ему 51 год. 52-29 ноября будет 52 года. Молодой русский писатель. Замечательный. Множество его емких выражений, цитат, афоризмов стало настолько популярными, искрометными, что они украшают баннеры наших городов. Прежде всего, Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, я напомню его из «Состояние Питер». Его перлы – это такие, например, свидания, это маленькая свадьба. Питер – место эмоций, страсти, чувств, обостренных до предела. Город, где отношения становятся минным полем и один неверный шаг способен уничтожить обоих. Или же вычитанные мной, рассматриваемые в обзоре «Безумие белых ночей». Такие вот, по крайней мере, немного, несколько, 4-5 таких вот цитат приведу вам. Например, общение с самим собой – вот чего зачастую не хватает человеку для нормального общения с миром. Неплохо, да? Почему Марс такой красный? Да ему стыдно за Землю. Обалденно. У меня губы не поворачиваются целоваться без любви. Или вот еще. Как бы мужчина не разбирался в женщинах, он ошибается. Ну, не в брови, а в глаз, но четко. Именно. Совершенно так оно и есть. Еще раз повторю. Как бы мужчина не разбирался в женщинах или в женщине, он ошибается. Или, девушка, парню, из чего мы начнем наш роман? С ресторана или со звезд? Супер. В очереди за счастьем можно было бы постоять вместе. Чего ты хочешь? Быть счастливой. Выйди замуж и будь счастлива. А если не поможет, то разведись. Снова почувствуешь себя счастливой. Здесь ремейк на известного философа Древней Греции Сократа. Он юношам в своих беседах на площади, а он проводил занятия на площадях, просто в диалоге, в беседе с толпой. Он говорил юношам, женись. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. Если же плохая, станешь философом. У Сократа была молодая жена Ксантипа, очень сварливая. Нередко она его и сковородкой по лбу прикладывалась и по-всякому бронилась. Он же философически, стоически, по-сократовски все терпел. Ну, теперь давайте перейдем непосредственно к данной книге. Я ее с удовольствием прочитал. Несколько сюжетных линий. Но в основном все это вкладывается в те теги, которые Ренат Валиулин предпослал этому роману. А именно, он написал буквально три выражения, которые очень четко, концептуально схватывают суть данного романа. В поисках счастья, любовный треугольник и психологическая проза. Вот я их, вот эти теги здесь вот записал. Теперь, что касается самого издания. Это уже второе издание данного романа. Безумие белых ночей. Первое издание вышло в 7000 экземпляров. Данное издание вышло в издательстве АСТ Москва. Произведено в 2019 году. Тиражом 4000 экземпляров. То есть тираж довольно-таки небольшой. Вот он, 4000 экземпляров. Вот. Объем романа. Всего ничего 16,8, почти 17 условных печатных листов. Если говорить постранично, то это 300, 320 страниц текста. Если говорить о содержательной части, то и здесь же Валиуллин придерживается своего прежнего. Прежней стилистики и структурирования. Кстати, содержания совершенно нет в этом. В этом издании. Ну, также он их структурирует как очерки. Но здесь он их не называет, а просто звездочками, как маленькие очерки так структурирует. Ну, на суть, как говорится. Роман такой же искрометный. Опять же, здесь повторяется то же, что и состояние Питер, что Ренат пишет для мужчин, для одиноких мужчин, которые в поиске, которые ищут свою единственную и неповторимую, которую они будут любить долго и, возможно, всю жизнь. Но без ума от романов Валиулина как раз женщины. Они любят читать, любят его романы читать женщины. И их просто супер отзывы, например, пишут, что роман великолепно написан, юмор, драма жизни, безразличие и любовь, романтически рассказывается. И, естественно, действительно, что Питер это место эмоций, это место страсти и чувств, обостренных до предела. Огромная роль в этих отношениях для города Ренатом отводится, в который так легко попасть, достаточно взять билет на поезд, но из его плена невозможно вырваться. Надо сказать, что по стилю, по легкости читания, буквально вот за поем читается и этот роман, эти два романа очень сильно похожи. Очень сильно похожи. И надо сказать, что какой из первых прочитаешь, либо «Безумие белых ночей», либо «Состояние Питер», вот первый роман, он оказывает, конечно, ошеломляющее воздействие на человека. Одна читательница очень красиво описала состояние от прочитания «Безумие белых ночей». Она написала, что после нескольких прочитанных частей появилось желание переосмыслить свое поведение. Захотелось прожить жизнь, в которой так много бы было белых ночей. Другое мнение Надежда Демченко, читательница, тоже так написала свое мнение, что общество, описываемое в романе, напоминает кривое зеркало, сюжет, жизнь всех и каждого из нас, впечатление и ощущение, что с тобой такое тоже происходило. И надо сказать, что каждый новый персонаж похож на кого-то из твоего окружения, или ты сам похож немножечко на него. В романе «Безумие белых ночей», конечно же, много ночи, но белые ночи. То есть много ночей, но белых. Да, действительно, я как проживающий свою жизнь в самом лучшем городе планеты, в Санкт-Петербурге, скажу, что читая Рената Валиулина, вот этот уже второй роман, я внимательно, но быстро перечитал, скажу точно, он очень четко схватывает психологизм, то есть ощущение города, ощущение человека и города, гражданина и города, жителя и города, личности и города. То есть тут любой брать аспект, то есть политический гражданин и город, скажем, культурный или психологический, личность и город, любой аспект бери, и он четко чувствует именно вот это трепетное отношение, взаимосвязь города и человека. И очень много, не только от города, а скорее всего от самого человека, зависит, как к нему отнесется этот замечательный, восхитительный, лучший из городов, Санкт-Петербург. Читайте. Эта книга стоит того, стоит, чтобы на чтение потратить пять, шесть, семь часов. Ну, кому-то может быть дольше, кому-то даже меньше времени нужно для того, чтобы ознакомиться с этим замечательным романом Рената Валиулина. Спасибо за внимание. До скорого, до скорого.